МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад приветствовать вас на телеканале «Импакс». Спасибо, что вы с нами. У нас будет интересный, благословенный, хороший эфир, добрый эфир. И поэтому я знаю, что вы будете иметь также доброе, хорошее время, вместе с нами встречаясь. Поэтому будьте благословенны. Благословляю вас именем Господа Иисуса Христа. Я снова в эфире с старшим пастором церкви, христианская церковь Сион, Сакраменто, Петр Иванович Пасечник. Приветствую. Приветствую вас также, приветствую всех, кто нас видит. Очень приятно. Снова мы продолжаем наш эфир. И наша тема сегодня будет... Так сказать, мы целый ряд эфиров имеем на предмет книги «Откровение». Все, что связано с событиями последних дней. И мы глубоко верим, что мы находимся в периоде церкви последних дней. Церковь последних дней. И поэтому мы будем говорить с вами, как мы и обусловились до эфира, на предмет 13 главы книги «Откровение». И стал я, это Иоанн говорит, и стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадим, и на головах его имена богохульного. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, и пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть. Ну вот, хотя бы начало этих нескольких стихов. То есть, то, что дьявол... Как вы думаете, почему дьявол копирует? Он не делает оригиналы. И он скопировал то, что он видел у Творца, находясь в свое время прекрасным из Богом созданных существ. Он видел Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Здесь мы видим тоже вот этот троица, нечистая. Это зверь, лжепророк. Ну и третий. И сатана. То есть, тоже троица. То есть, он скопировал. Почему он это делает? Я скажу вам так, что дьявол, он пытается, он стремится опередить Бога. Может быть, не ожидали такого слова. Но он пытается опередить. Он же понимает, что Христос скоро придет за церковью. И потом старается, всячески замаскировавшись, приняв какой угодно образ даже ангела света, но чтобы войти в авторитет и признание, и опередить Бога. Поменять все события, все изменить, сделать все по-своему. Это его цель, это его стремление. Но в то же время, для того, чтобы добиться этого, он употребляет, он имеет, так сказать, как помазанника своего антихриста, который является вот этой фигурой на протяжении этого такого момента, великой скорби периода всего, который выделяется, вызывает внимание размышления людей. Что это за зверь, который вы прочитали? Такой зверь описан именно по таким характеристикам. Что это означает? Это все присуще, это все говорит о характере, это описывает этого зверя. Кто это есть? Что это такое? Мини-антихристов было очень много. Конечно. С тех времен, когда была основана церковь, и мы живем в период Нового Завета, антихристов в миниатюре было очень много. Мы говорили... Мини-антихрист, это, я скажу таким словом, это как служебные духи его. Мы говорили, что и мини-антихристом, хотя он был, наверное, большим антихристом, это Нерон злоречивый, нечистый, наверное. И через всю историю христианства этим мини-антихристом был и Гитлер. То есть были личности, были личности. Они были воплоти. Но здесь мы видим этот уже антихрист с большой буквы. Да. И вот этот зверь такой появился перед нами. И первый вопрос. Откуда он вышел? Иоанн говорит, я видел его, он вышел из моря. Из моря. Что это значит? Вышел из моря. Это не означает, что он выйдет из Черного моря или из другого моря, или из воды, из океана. Это не об этом говорит. Из народа? Это из народа. Это значит, он выйдет из народа. И при том, когда говорит из моря, море разливается, имеет, так сказать, разливы эти. Это значит, что он выйдет не из самого искреннего состава народа Божьего, из самого Израиля. Но это выйдет из народа, который рассеян, рассыпан и под маркой, так сказать, лживого, обманчивого христианского образа жизни. И среди таких людей появится, выйдет, так сказать, такой зверь. Так что море это символизирует, показывает тех людей, которые разбросаны, которые живут под такой маскировкой. Но вот из этого сформируется вот такой зверь. Это его первое начало, первое появление, первое его действие. Ну вот если приложить толкование, что он практически и фактически по существу и по своему определению, будучи антихристом, он не мог иметь в своем образе ничего ни святого, ни праведного, ни чистого. То есть там все было противоположно. Вот почему, наверное. Потому что там надо, ему надо все это хитросплетенно, все это, как мы говорим, заавулированно, все это так вот криво, вот это все вот так преподнести для того, чтобы потом обольщать все народы. Я так понимаю, поэтому это антипод того, кем является Иисус Христос. То есть это совершенная противоположность. Я так понимаю. Добившись такого, как вы говорите, уровня, вот это и придает ему как бы признание, что его начнут признавать. Начнут идти на его поводу. Иначе, если он не будет так делать, как вы говорите, то он не сможет иметь авторитетное признание. И не сможет набрать себе, так сказать, тот состав. А именно так маскируясь, так подражая, поступая таким образом, то да, он набирает единомышленников. Вот я даже смотрю, знаете, уклоняюсь чуть в сторону, но тем не менее это в тему. Я вот смотрю, как мы проходим сейчас такой предвыборный период в Америке, очень сложный. И вот смотришь на кандидатов, вот смотришь на кандидатов, читаешь его характеристику, видишь его предысторию, но видишь, что это человек не чистый до корней волос. Вот, кем он только не был, какие идеи антиевангельские он только не отстаивал. Но вот когда он на телевизоре, он только вот так хочет показать, вот так он хочет продемонстрировать, что вот я, я вот якобы, я ж ваш, я от народа, я вот. Но в сущности своей, я не буду называть имена, да, они известны. Он имеет свою коварную цель дальше. Либералы, да, либералы ярко выраженные. Главное, чтобы пробраться. Туда, воссесть, а потом дальше он все повернет. А потом все повернет. Вот это вот то, что я антихрист. Продолжайте. Это та же характеристика, это все тоже. Ну, конечно, когда мы об этом звере рассуждаем, то это, опять же, это не одна просто личность. Если мы прислушаемся вот то, что вы перечитывали этот стих, Откровение 13 глава, что он говорит, видел этого зверя. И у него семь голов. Ну, конечно, что за зверь семиголовый, о чем это говорит, что это означает. И это подтверждает, что это значит объединяться эти семь правителей таких. Это семь таких держав, которые будут вместе составлять вот именно эту силу, это управление. Семь голов – это мысли, это умы, это сила управления, это мудрость. Это целая система, это не одна голова. И потому семь – это, значит, большое количество такой полноты для того, чтобы это делать. И вот они объединятся. И это происходит, как уже начинают описывать в сравнении тоже. Даниил говорит, тоже видел эту книгу Даниила, так сказать, тоже описывает за него. Да, вторая глава, и седьмая глава, да, и тут Откровение 13 глава, все же тоже описывает об этом звере, что это символизирует, во-первых, Бог такой чудесный, как художник. И когда перед нами вот эту фигуру рисует этого зверя, как будто по очереди одно за другим выставляет. Рисуя голову, он говорит, она из золота у этого зверя. В сравнении, говорит, в сравнительной форме, говорит, из золота. Там же, представляя и говорит, также в сравнении уже с животным, со зверем. И по силе все уменьшает. Вниз каждым разом все меньше и меньше. То есть, это символизирует, что меньше сила, меньше была способность той или иной страны, которая в то же время является соучастником всего этого воздействия, всего этого влияния. И на первом месте, как выделяя из золота, что голова из золота, то есть, это металл, это материал, который дороже, он ценнее, он важнее других остальных. То это также символизировало Вавилон. То есть, в хронологии мы можем отследить, по хронологии, какие же царства предшествовали или сопутствовали, или имели место в тот период. То есть, если мы начнем, если золото, что это у нас было? Да. Голова из золота – это Вавилон, который имел силу и власть, и правил с 629 года по 539 год до нашей эры еще. До рождения Христа. Да, это почти 100 лет. Это было в своих руках, и все, была сила такая. И Данил этого, говорит, видел, Иоанн подтверждает, тоже говорит об этом, что видел его как в образе этого зверя, как лев, и при том с крыльями. Что за лев с крыльями, такого же не бывает, нет такого. Но в откровении, это говорится символически, показывает нам как бы его способность. Крылья всегда говорят о силе и о возможности. То есть, он способен высоко подняться и быстро переместиться. При помощи крыльев быстро, моментально переместился. То есть, у него такая способность. У этого зверя, то есть, у этого состава, у этой системы такая большая способность. Моментально достигнуть и на высоком уровне. Это то же самое, сегодня та же способность, благодаря этой науке, техническому прогрессу. Это огромная способность, высокий уровень познания и достигания любого, так сказать, расстояния. В течение пару секунд. Секунды и достиг. Весь мир знает, что происходит. Вот это те же крылья, на том же орле, на том же звере, лев. То есть, схватка такая смертельная, король всех зверей. То есть, он сильнее всех, ему ничего не страшного. Да плюс еще такому страшному влиянию, такому действию, еще плюс такая способность. Ну что, такой обычный лев, он не может так быстро. Ну, совершает он там прыжки, но не может так быстро, как при помощи уже и крыльев. То есть, это показывает, что наступит такое время, когда эта система будет иметь такую способность. Это уже то и есть. Мы живем с вами сейчас уже вот-вот в преддверии такой системы. И потому, возможно, я даже так говорю, может быть, наши внуки или дети, кто-то напишет книгу, что мы жили в последнее время истории человечества. Если смотреть на события, как все развивается, к чему мы идем и ложимся, не знаем завтра, что будет с этой системой, то это подсказывает нам. Мы вот-вот. Вы знаете, особенно тревожит, вот давайте даже вспомним десятилетней давности события. Десятилетней, когда настоящему президенту предшествовал перед ним персонаж, афроамериканец. И все оно уже, казалось бы, все. Тут уже и мир и безопасность, и там налажены связи, и уже с арабами все хорошо. И уже Израиль с Палестиной уже почти помирили. Получил даже Нобелевскую кремль. Да еще и вопрос, за что? За что? Не успел хорошо сесть в кресло, уже получил. И казалось бы, как стремительно все перевернулось мгновенно. Ближний Восток на сегодня – это пороховая бочка. Это явная пороховая бочка. Базы Гога и Магога в Сирии – это уже подготовка, что ждет Израиль в скором будущем. Это же подготовка. Там баз никогда не было со времен Иисуса Христа в Сирии на Ближнем Востоке. Базы Гога и Магога, князя этой страны Северной, там вообще не было. А сегодня я вчера читаю, позавчера, о том, что там наращена огромная огневая мощь. И это же не просто так. Это все идет определенное. Это определенный прагматизм. Это подготовительные все действия, так сказать, к тому важному моменту его влияния действия. Продолжайте. Даже скажу так, что есть многие христиане, которые думают так. Когда говорится о том, что будет восстановлено в том месте прежнем, где был храм Иерусалимский, что будет сейчас построен другой храм. Да, храм был во время Соломона, в те времена был храм, было поклонение. Но сейчас где храм, что является храмом Божьим, где вот сядет он? Мы, так написано, вы храм Божий, если Дух Божий живет вас. Вот в этом храме он хочет его сесть. Вот в каком храме он хочет занять то место лидирующее. Это его цель. Он к этому стремится. Потому эта система все так набирает этот ход, такое правление, что подняться на такой уровень оттуда с той высоты. Эти крылья об этом говорят. У орла такие крылья, они поднимают его высоко. Его способность видеть на земле больше, чем в 200 раз, чем у человека в сравнительной форме. Он видит такой огромной высоты. Это то, что с этой системой. Это же действие антихриста. Оно будет иметь возможность все так держать под контролем, так видеть и воздействовать. Скажите, Петр Иванович, почему очень много христиан, наши соотечественники здесь, в Америке, да и на посоветском пространстве, менее зацеплены вот этой идеей и целым движением, особенно в Америке, в англоязычных церквах, целое движение, собирание средств для строительства храма. И это наши евангельские церкви. И диву даешься, когда временами, вот одна из известнейших церквей, она везде на телевидении, везде известный пастор из Техаса, вот, очень популярный. Он собрал не менее 15 миллионов долларов и передал это раввинам, этим иудейским, в Израиль, для того, чтобы оно все подготовлено. Я думаю, обожжите, но почему мы в этом участвуем? Почему евангельские христиане, которым истинно открыто, массово собирают деньги? Последний год как-то оно чуть приутили. А те годы, о, это целое движение было, это целое движение. Чем это вызвано? Так написано в Библии, что даже преуспевать будет, то есть будет иметь такой успех собирать, как вы говорите, эти же средства и делать все так, поднимать и воздвигать, превосходя и обгоняя все остальные. Это именно с той же целью, что я стал первым и сначально. Он хочет обогнать самого Бога, обойти все это, построить, поднять и занять место. И люди, не разобравшись в этом, что это же фактически неправда, это же тот ложный обман, который он так красиво строит. И как говорил космонавт американский, который посетил тоже один из первых христиан, так сказать, на Луне, который побывал, и он говорил, говорит, когда мы задали ему вопрос, скажи, как ты это видишь, как космонавт, который ты летал, ну, вот что ты скажешь с этим, вот и тарелки всякие летают, НЛО, что это значит, о чем это говорит, не это является ли это тоже из этой же системы, и он сказал так, что не удивляйтесь, Библия так говорит, что и огонь будут сводить с неба, и из-под земли всякие действия будут, но это все с целью запугать, вызвать внимание, вызвать доверие, обольстить, вот сила, вот она правда, и так дальше. То есть, это все методы, маневры, которыми он пользуется, для того, чтобы нам пустить как пыль в глаза, и люди на это идут. Мы же понимаем, что Евангелие мы должны проповедовать. Ну да. И евреям, даже тем, которым до времени закрыто, им закрыто, все равно мы должны проповедовать, все равно мы и вам должны проповедовать, если вы из некогда Богом избранного еврейского народа проповедовать. Но восстанавливать Иерусалинский храм, это не наше хруп дело, если я так понимаю. Потому сказал Христос, вы, как живые камни, устрояйте из себя. Что он здесь говорит? Мы должны вот в чем участвовать, устрояйте из себя. Не только Бог. Да, Дух Святой прилагает спасаемых церкви, да, он делает, но есть те моменты, которые мы должны тоже делать. Мы должны участвовать в этом. Мы, те камни, живые. Вот какой храм мы должны созидать. Они о том думают, не туда жертвовать, не то поддерживать, одобрять. Все это маскировка, отвод людей, от центральной мысли, от главного божества. Поэтому вот золото, затем идет вниз. Мы следуем дальше. Второе, дальше уже в этом образе зверя, когда рисуют, уже говорит о груди этого зверя, и показывает, описывает его грудь, какова же она. И эта грудь, это как символ Медоперсии, страны, которая тоже самое правила с 539 года до нашей эры, до рождения Христа правила, до 330 года. То есть, Вавилон пал. Была власть у них, но уже меньше, видите, да, Вавилон падает. И было разделено на Медоперсию. Да, Медоперсия, да. Они, так сказать, две группы, две части из двух составов, но это уже и говорит о том, что вот именно этот металл, материал, он уже слабее. Не та ценность. То есть, и это уже система, и та власть уже, она просто меньше по силе, по способности. Но оно в то же время символизирует медведя, который тоже самое имеет такую силу, огромную, страшную, страшающую. Ну, и плюс говорит о том, что мы должны об этом понимать, что из таких вот действий разных влияний, силы такой уж страшающей, вот из этого формируется вот этот антихрист, этот зверь, который будет действовать через объединенный такой состав умов, через объединенный состав правителей мира, известных самых, которые, объединившись, будут составлять тоже вот этого зверя, который оживет, которого рана будет восстановлена, и он снова приступит к этому. Потому что, когда Иоанн говорит, что потом он снова видит зверя, вышедшего из бездны. Это же то же самое, как действие того же дьявола, но о котором он говорит вначале, как за того, что вышел из моря, из народа, антихрист. А то же самое он говорит, повторяет, что видит и зверя, вышедшего из бездны. То есть, это выходит, как тот же лжепророк, как поддержку этому, продолжать эту систему, увести. Вот та же мысль, что вы задавали перед этим. Он же будет проводить такую, так сказать, политику, такую тактику, чтобы люди признали, вот это правда, да, вот этому стоит довериться. И все это таким путем будет идти на этом. А то говорит об этом лжепророке, тот же самый зверя. Это тот же состав, то же действие этой системы. Это не просто личность, один человек. Понял. То есть, если лжепророк, антихрист и зверь, вот это, как мы говорим, лжетроица. То есть, первое, это совокупности системы и ценностей так называемых, и образа жизни, образа мышления, и целая политическая система. Да. И не только она в идеях, но она также во времени простираема, как вы говорили, сотнями лет. Я так понимаю, да? Да. Да, это, конечно, все набирает такую силу, как и с периодом времени, и плюс к тому, что вот этот прогресс, если так оглянуться, даже назад по-простому, что нам просто понять, что это происходит. Давайте посмотрим, вспомним, 15 лет назад или 17. Могли мы двигаться по городу и чем ориентироваться, когда не было таких мобильников, не было GPS, не было всего этого. А сейчас, насколько шагнуло, так сказать, прогресс технический вперед, сейчас появились всякие возможности, способности. Вот так же самое это дает при том же возможность антихристу внедрять свою программу для того, чтобы влиять на умы людей и создавать такое воздействие, чтобы человек уже дальше думал и понимал так, как этой системе хочется. Кто-то из наших зрителей задаст вопрос, я вот так предвкушаю этот вопрос, попробую задать его вам. Смотрите, оно на престоле сядет, выдавая себя за Бога. Это уже не говорится ли о том, что система, она будет воплощена, она вочеловечена будет в какой-то образ определенный? Вы не думаете так? Это не то, что вочеловечена будет в каком-то одном личности, но это в этой программе. И можно даже сказать так, эта программа и называется нейронет. Это программа дистанционного управления человеческим мозгом. Вот к тому это и идет, чтобы именно это заняло центры, чтобы сесть на престоле и управлять на престоле храма этого, в моем составе, в вашем, другом и в третьем, чтобы именно занять это центральное место. Когда говорится о престоле, это значит управлять, властвовать, командовать, делать. То есть тут очень важная деталь. Я более чем уверен, что ваша позиция, то, о чем мы сегодня говорим, что мы излагаем для зрителей, она сообразуется с теми учениями и с нашего евангельского направления, так сказать, преподавательским материалом, который вы используете. Потому что я вот важную поправку делаю снова и снова о том, что это не личность, которая сядет на престоле, когда храм будет восстановлен. Вы говорите, что это все-таки система в совокупности. Система, конечно. Потому что говорится, что он будет управлять всем миром, и все признают. И даже еще такой момент для размышления. Когда будут убиты, так сказать, два свидетеля, то, говорится, весь мир увидит их. Весь мир, тот, который под таким влиянием воздействиям, уже антигриста, будет радостно ликовать, что вот победа за нами. Как может весь мир видеть, если это будет происходить в личности одной? То есть всегда в откровении надо это смотреть и понимать, не в буквальном смысле, вот это одно, вот только так. Иначе тогда оно невозможно так. Не сможет так это произойти. Скажите, есть спекуляция относительно, будем так говорить, Ватикана? Есть спекуляция, что эта система является религиозная система, во главе которой находится всем известный руководитель целого города или целого государства. Как вы думаете, имеет ли место такого рода утверждение, что Ватикан или католическая церковь, то есть я сейчас никого не обвиняю, но мы должны говорить прямо об этих вещах. И эта мысль муссируется, она много лет, что все-таки Папа Римский, то говорили антихристом Горбачев, то говорили кого-то, только они называли. Но вчера я читал о этом дедушке, он уже в очень преклонном возрасте, и уже мысли у него не совсем свежие. Я говорю у Горбачева, хотя мы его уважаем, он открыл дверь и позволил нам пользоваться благами западного мира. Но тем не менее, что вы скажете насчет Ватикана? И Ватикан, и не только Ватикан, и другие подобные все. Когда я вспоминаю эти слова, которые вы прочитали в начале, что этот зверь и у него на голове было 10 рогов. 10? Да. А ну-ка. 7 голов и 10 рогов. Вот это заставляет нас задуматься и понять, кто это. 10 рогов, это значит, это именно те, которые будут иметь такую власть. Власть мировую, а не просто. Вот потому, как вы говорите, Ватикан также имеет власть? Имеет. Конечно, немалую. И так же самое и другие. Все подобные, у которых такая власть будет, вот из таких людей будет состоять вот вся эта система. Ага. Значит, рога. Рога-то символизирует власть. Уже личности. Это личности рога символизирует? Да. Это личности, которые имеют власть. И из них эта команда формируется такая. Потому, говорит, 10, вот именно таких имеющих власть, 10 составят такую команду. Кроме Ватикана, кто еще мог быть? Коммунисты могли быть, нет? Ленин. Они стремились к этому. Они шли к этому. Но если так посмотреть уже, как оно рухнуло, то ожидания людей просто уже как бы рассеиваются. Думали, да, вот это оно все. Но посмотреть, где что рухнуло, умерло. Разве что люди предполагают, а вдруг оживет эта рана. Да. Будет залечена. Хотя я не думаю, что коммунизм еще может возродиться и так набрать. Просто по-человечески, я так говорю. Что набрать снова он такую силу. Потому, что время так уже развивается. Смотришь, я думаю, что не хватит времени для того, чтобы та система возродилась. Я думаю, что это уже просто совместно. То есть, частички, какие имеют место еще из их состава, из той системы, то они могут примкнуть. Могут быть, скажем, какими-то спонсорами, поддержкой в этом вопросе. То есть, вот эти, как мы, если мы уже говорим категориями человека и личности, одним из рогов и десяти рогов, мы перечислили одно, затем коммунизм один из рогов может быть. А что еще могло быть? Ну, в то же время, скажем так, самая, наверное, сильная система, которая тут тоже самое, она задействована и будет задействована. Это именно та, которую многие знают, что существует масонская система. Это будет, как наоборот, центральная, которая управляет многими вопросами. И люди не могут разобраться и говорят, выборы были в Америке, Россия помешала, в России выборы Америка мешает или кто-то другой. Все это просто отвод, чтобы не разобрались. То есть, там верховод есть какой-то? Конечно. Масон это... Конечно. Это система из наивысших. Вот когда мы читали «Заветного зверя», что у него семь голов, десять рогов и диадемы тоже самое. Диадемы подтверждают законную власть. Не просто власть имеет, не просто какая-то мудрость особая, и вот он в этой системе. А диадемы, которые на нем тоже, Иван говорит, видел, Даниил, то это подтверждает, что у них законное признано. Как вы сказали, то же самое. Только Васил не успел, а уже какая законность присвоена. Даже поощрено так. Почему? Куда? Это хитрые маневры. Это хитрые маневры. Просто выкачка, перекачка тех же денег для поддержки той же системы. Смотрите, Петр Иванович, то есть в этой ложе, вот в масонской, так называемой, говорили, что там Рокофеллер играл не последнюю роль. И его династия также играет. Затем династия или клан Кеннеди. То есть там целый клан. То есть вы тоже так понимаете, что там те, которые управляют финансами, они миром управляют. Миром управляют, да, так есть. И то, что даже фигурирует, и мы слышим, и говорят, самый богатый там, Белгец или тот. Это все для нашего отвода видеть именно центр, корень айсберга всего. Это все намного дальше, он закрыт от людей, всех остальных, и нас в том числе. Но система такая есть и работает, и все идет в завершение к тому, что по планам их уже в 2020 году это уже должно заработать в полной форме. Именно эта система нейронет, что взять управление, человеческий мозг, и проявлять такое воздействие. Это серьезно, это опасно. Вот в освете того, что вы сказали, даже Билл Гейтс. Да. Когда оно появилось в интернетах, но как-то бегло, я был удивлен, что массовые мидии, они не делали ударения на ту новость, что Майкрософт, то есть Билл Гейтс, это еще лет 5-7 назад, наверное, до 10 максимум, вложил огромные деньги, миллиарды в разработку то, о чем вы говорите, для того, чтобы умение и желание контролировать мозг человека. У них есть даже отдел, который этим только занимается. И в составе 90 университет и институтов занимаются в этой программе. И когда, потому что, ну, я знаю, Сеатл, это, так сказать, место моего рождения. Проживание. 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 Да, да, да. Место, моя малая родина, это на Донбассе. Да, да, да. Так вот, я к чему? Находясь в Сеатле, там, где находится headquarters, главный офис Майкрософта, находится, там работает не менее 20-30 тысяч. Так вот, очень бегло в новостях, очень бегло, я помню, еще года это идет, что туда на специальную вертолетную площадку приземляется вертолет с министрами обороны Соединенных Штатов. И они периодически туда делали вояжи. Не просто так, чтобы руку пожать, министр обороны прилетает. То есть, там, действительно, что-то где-то разрабатывается и очень на серьезном уровне. Задача и цель Антихриста – произвести, добиться самообожествления. То есть, чтобы люди его признали как Бога. Такой вид принять через все, вот так сказать, вот такие подключенные вместе силы и способности, и умы, чтобы добиться вот этого самобожествления. То есть, надо всем править, всем управлять, и все, что признало и покорялось. Это цель, стремление такой Антихриста. Вы знаете, вот на днях мне попала информация. Очень интересно, есть так называемое в Америке «Плэн Пэрэнт Хунт». Плэн – это завулированные, скрытые офисы, которые, то есть клиники, которые делают аборты. Местом начало, это было положено в Лондоне. В Лондоне это еще в 20-30-х годах прошлого столетия. Прошлого, в 1920-м или 30-м, где-то так, я точно не буду утверждать. Но это в Англии было положено. И что интересно, что тогда же они, тогда же они, это информация, которая, я говорю, она в доступном поле на интернете доступна. Наверное, даже в Википедии есть она. Так вот, у них была выработана определенная программа распространить побольше таких мини-клиник, распространить на весь мир. И главный упор они сделали на Америку, потому что в Америке много финансов. И следующим шагом в этой программе, следующим шагом, это вот когда мне попала эта информация, там более в деталях, но сокращая время, я не буду детализировать. И следующим шагом в этой программе было не просто сделать это на федеральном уровне, они сделали на федеральном этом уровне, что на сегодняшний момент 700 миллионов долларов, 700 миллионов, каждый год государство из налогов выделяет на аборты. Каждый год выделяет. Плюс к этому частные инвестиции, там идут миллиарды на это. Так вот, когда были они достигли это на федеральном уровне, следующим шагом, они начали делать это на муниципальном уровне, на штатном уровне, то есть свыше с Вашингтона, затем на штатном уровне, затем на городских уровнях, затем на районных уровнях, для того, чтобы везде и везде внедрять эти клиники. И вот, в Сакраменто, откуда мы вещаем, эта информация снова же просочилась на прошлой неделе, оказывается, есть специальный отведенный фонд, специальный отведенный у мэра города, специальный dedicated, как мы говорим, dedicated – это выделенный счет в банке, и он по своему усмотрению, это так, это законно они сделали, по своему усмотрению, на свое рассмотрение, он имеет право в это брать деньги из бюджета для нужд, то есть на свое усмотрение, на любые нужды. Так вот, оказывается, что в Сакраменто к этому счету подсели вот эти вот клиники, и оттуда они берут деньги для совершения абортов. Я к чему? Что оно настолько все скрыто, настолько оно все хитро, что когда вы говорите о том, что здесь работает целая система, включаются огромные финансовые потоки для того, чтобы вот своей грязной рукой делать грязные дела. Да. Почему это так происходит, и почему имеет такой успех, как вы затрагиваете, вот говорите, я называю это так, потому что действуют сатанинские полномочия. То есть дьявол передал это, передает как своему помазаннику, антихристу, вот этой системе передает полномочия, то есть право, силу и власть. И потом происходит дальше признание, и потому оно имеет такое влияние. Вы думаете, что одним из врагов является либерализм? Это тоже, это либеральная система ценностей. Особенно она распространяется в Америке очень сильно, через демократов. Либеральная, это все должно прогрессировать во всех отношениях. И то, что на днях выступил Трамп и сказал, что мы будем упразднять то, что Обама сделал, Обама сделал третий пол. Мужчина есть, женщина и третье, что-то среднее. На днях это новость была. Вчера показывал Факс Ньюс, вчера СНН показывал. Трубили либералы, сходят с ума. Кричат, вчера кричали, целый день кричали. На всех каналах. Как это так? Упразднить третий пол. Как это так? Трамп замахнулся, это утверждено было предыдущим президентом. А этот не поддержит, не продолжает. А наоборот хочет убрать. И в армии хочет убрать, и в школах хочет убрать. Убрать эти туалеты, которые на мальчика, на девочка. Заходи на твое усмотрение. Это же тоже частью этой системы дьявольской, сатанинской. Так есть. Почему он это делал, предыдущий тот президент, почему так происходило. Давайте вспомним те же слова, которые тоже отсюда из этого отрывка, что мы читали из этого зверя. И там такое высказывание идет дословно. И дал ему дракон силу свою. Кто дал силу, право так делать? Не Бог дал. Это дракон дал. Дьявол дал. Он на такое людям давал возможности и силы это делать. Но просто Бог употребляя Трампа, произвел, так сказать, как остановку, прервал, как какой-то временный стаб. Понятно, что зло будет дальше, снова в дом путится. Это временное. Это временное, как затишье. Это затишье. Да, но мы должны молиться за это. Мы должны участвовать в этом. Мы должны прислушаться, что Бог говорит, что заботиться о состоянии города, в который я переселил тебя. Мы должны участвовать. Даже сейчас эти выборы, которые приближаются. Мы должны в этом все участвовать. Противовестному злу, которое было так поднято. Ведь это действительно, если так посмотреть. На кого было поднято? На истину, на Бога, против истины, против Библии, против наших детей и внуков. Это ужасно было. Так что, если сейчас через Трампа, и как он говорил, когда мы были у него, и он сказал, моя следующая цель, задача – в школах вернуть молитву. Разве это плохо? Это же разумно. Это же хорошо. И то, что сейчас, каждую неделю, собирается 120 пастерей у него и совершают молитву, это шаг, это в истории, так сказать, где, когда было за последние сто лет. Такого не было. Чтобы у президента, чтобы, так сказать, в том аппарате правления страной совершалась такая молитва. Такого не было. Знали ли вы, Петр Иванович, знали ли вы? Потому что Петр Моисеевич – это саент. Знали ли вы? Если вы знали, то вы скажите, что знали. Если нет, может, я шокирую очень многих зрителей, что бывший вице-президент Джо Байден, который был вице-президентом у Обамы, что он сочитывал гомосексуалистов, которые, видите ли, полюбили друг друга, два гомосексуалиста работали в Белом доме. Когда пришел Обама президентом, он же понабирал туда переделанных. Он с правой стороны своего офиса открыл офис для переделанных. И там возглавил этот офис на федеральном уровне. Она и Леон переехал с Азии. Здесь его адаптировали в маленьком возрасте евреи. И в 13-14 лет убедила его школа где-то там, что он не мальчик, а он девочка. Он взял себя, переделал, и он так жил. Но это была предвыборная кампания президента Обамы. И он, когда стал президентом, он открыл специальный офис, который будет ежедневно докладывать президенту, ежедневно докладывать президенту, чтобы не было дискриминации переделанных гомосексуалистов плюс лесбиянок и все, что с этим связано. И этот человек 8 лет с правой стороны восседал от овального кабинета. Так вот, вице-президент увидел, что двое полюбили гомиков, будучи сотрудниками Белого дома. И сердце его расположилось. Он сочетал их бракосочетанием. Взял лайсенс в Вашингтон, Д.С. Поехал, там по закону все сделал. Что он имеет право сочетать гомосексуалистов. И сочетал их... Ему задали вопрос, а почему? А я заметил, что они так любят друг друга. Я когда... Эта информация, ее скрывают, ее стараются скрыть. Ну да. Но мы же, так сказать, мы не вчерашние. И когда я слышу, что некоторые, не некоторые, а многие из евангельских, так называемых христиан в Америке, христиан, голосуют за демократов и хотят голосовать, потому что Джо Байден, Джо Байден, он хочет снова быть в 2020 году, пойти против Трампа, для того, чтобы быть избранным от демократической партии. Ну да. Как можно дойти до такого безумия, чтобы голосовать за такого человека? А это же лидер нации. По вопросам, самый большой рейтинг он имеет на сегодняшний момент. Самый большой рейтинг быть избранным и противостоять Трампу по голосованию. Будет вот этот человек, который сочетовал гомосексуалистов. Вот представьте себе. То есть, друзья, мы говорим такие снохшибательные вещи в прямом эфире о том, что мы живем в такое время, и настолько оно все хитро, настолько оно все, казалось бы, вот оно так все преподается вот в такой форме, что это и свобода, что это и права человека, что это свобода слова. Все, 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 все. Но за всем этим стоит очень хитрая, коварная, лукавая, лукавая программа и система, внедряемая. И вы верно подметили, я так подхватил эту мысль, вот усилить, ну, хочу усилить эту мысль о том, что это передышка временная. Временная, да. Я имел то же самое на сердце. Трамп очень временный, потому что слишком прогрессирует зло. Конечно, конечно. Продолжайте. Время подходит к концу, время приближается, и потому все так кипит вокруг против этой истины. Но почему, и вы правильно сказали, что он сочетал, не Бог сочетал. Бог запланировал разумную жизнь, продвижение рода человеческого, брак, все, что было правильно построено. Но то же самое, что я говорил, дьявол хочет это все исказить и поменять. И находит те диадемы, о которых мы, вот вы сейчас рассказывали, что человек на таком посту, на таком положении и потребовал этот лайсенс, да, все, вот я имею право делать. Это я, это человек сделал, это он, но не Бог, это он сделал. Диадема, это значит, то, что мы говорили, я говорил, что это человек, который имеет законную власть, вроде бы законный, лайсенс, но на самом деле это же Бог не сочетал. Самая высшая власть, это есть Бог, и он не сочетал. Это происходит все подобно тому, как, знаете, на одной свадьбе были семь пастырей, приглашены гости, просветера. И жених попросил, говорит, ну, пастырь, я прошу вас, присутствует семь пастырей, чтобы молились все семь, когда уже будет молитва, сочетание. Вот тот момент, что вы говорите о сочетании. Вот он говорит, ну, это раз в жизни, ваше право, вы имеете право, как хотите. Хорошо, я позволю, пусть молятся все семь. Молились все семь пастырей. Через три месяца пастырь встречает с жениха и спрашивает, ну, вот то, что мы читали, говорили в день свадьбы вашей, что человек оставит отца и мать и прилепится. Вы прилепились? Как вот у вас жизнь идет? И он ответил, говорит, пастырь, насчет того, прилепились или нет, я не знаю. Но насчет того, что влип, то это точно. Почему так произошло? Потому что Бог не сочетал. Хотя и семь там их было, но Бог не сочетал. А влип. Вот точно так же и тот же вопрос. То, что он это сделал, Байден, то это люди, которые влипли. А он под властью, как та диадема. Да, да, да. Просто имей законную власть, то сделать. Но это Бог не делал. Это все противовес. И потом мы должны в этих выборах сами идти. Людям говорить очень много значит и зависит, если мы будем участвовать в противовес вот такому злу. Итак, золото, золотой, потом медный, идем дальше. Потом медный. А потом дальше уже третья часть, это чрево и бедра. этого зверя, которых описывает и говорит, это Греция. То же самое. То есть, она уже по силе меньше, по возможности меньше, но уже и ближе снова к этому, так сказать, периоду времени. Это 330-й год до 63-го года. Знаменитый Александр. Да, да. Александр Великий, да. И в то же самое время тоже сравнивает, говорит, когда описывает Даниил, Иван описывает его и сравнивает, говорит, что это животное такое, четырехглавый барс. То же самое, значит, хватка звериная, укус, зацепка такая сильная, но сравнение уже с той намного меньше и слабее. Но в то же время они состоят в составе. Одна возглавляет, а те вместе. Вот точно так же оно будет в этой системе. А вы смотрите, это же греческая философия. Она же беды натворила столько. Греческая философия. Там у них такой бред появился. Такой бред появился. Даже в Новом Завете, даже апостол Павел об этом говорит. Греки или елины, да? То есть, и оно дошло до сегодняшней. И либералы на сегодняшний момент они пользуются тем, той основой, которая была положена в Греции этими так называемыми греческими философами, у которых настолько, говорят, крыша ехала, что они образ творца, невидимого, они заменили всем, что угодно. Вот это вот оттуда же оно и пошло, да? Да. Оттуда при ихней такой команде, составе, которые тоже имели в своем составе четыре генерала, которые тоже так все искажая и правили делали, да? Это такой период времени. Вот та же самая параллельно с этим она рисуется форма этого зверя последнего времени. Этой системы последней. Продолжайте. Ну, и та же самая дальше говорит об этой системе, об этом звере, который так фигурирует в это время. Потом говорит о галениях. То есть, часть уже опускается ниже, то есть, снова опять участие в этом и других стран, которые по значению как из железа. То есть, это подразумевается Рим в свое время, который еще раньше был до, так сказать, такого падения и силы, но он был с 63-го года уже и по 486-й год. Вот в это время, то это говорит о нем из железа. То есть, это то же самое зверь и даже называет, говорит, ужасный зверь. Что творилось во времена римского правления в этот период времени, даже в Риме, я там не был, но скоро буду уже, когда буду там преподавать, интересно, говорят, что полностью улица и столбы, где были казнены христиане, так и стоят доль той улицы. Интересно будет посмотреть, побывать, но вот это было такое время ужасное, и потому и называет и говорит конкретно ужасный зверь, а потом даже сам уже опускается. Это же Христос наш был распят как раз в период правления Рима. Да, да, это потом и говорит ужасный такой зверь, да, ужасные такие последствия, поступки, дела, ну, а потом вот тут уже мысль переходит на события нашего времени, когда говорит уже еще ниже то о голених, а дальше говорит ноги из железа и глины, то есть два состава, и железа, и глина, то есть это уже восстановленный Рим, назад уже, снова то же правление, то есть будущее, и это то же самое, ужасный зверь, который будет так действовать, в таком же положении, восстановленное, это правление, та система, то влияние, воздействие. но при всем этом, какой бы ни был этот зверь, эта система, в то же время, система божественная, система Духа Святого, она сильнее, и мы это говорим все не с целью запугать кого-то, но с целью той, Бог нам говорит через это, уведомляет, знакомит нас с тем, что происходит и будет происходить, чтобы мы укреплялись, чтобы мы исполнялись Духом Святым, чтобы мы получали начертание Божье, начертание Духа Святого, и мы тогда сможем все это пройти, нам оно не повлияет в вопросе нашего спасения, даже если мы будем иметь какие-то трудности, неудобства в этой жизни, потому что во время той же великой скорби, кто останется, застанет, и будет в это время, если и будут такие трудности и проблемы, все равно мы не должны сдаться, мы должны стоять. Продолжайте, у нас еще пять минут, и так много еще материала, мы будем продолжать найти эти темы, что бы вы хотели в завершении вашей десерины. Это власть, которой эта система стремится, идет и получает, то вот эта власть, она будет проявлена и проявляется с какой целью? То есть, толкать, давить условия жизни, вот эта же власть, толкать, давить те правила, те такие программы, как вы затрагивали, говорили об этих абортах, что будут делать, да, на какое-то время тормознули, опять снова, то есть, вот это будет даваться такое злое употребление государственной власти. Вы знаете, с тех пор, когда было внедрено в 73-м году официально утверждено на федеральном уровне в Америке, разрешено, и федералы начали выделять эти наши же деньги, которые мы даем налоги, было адаптировано, не адаптировано, было абортировано свыше 60-ти миллионов детей, уничтожено 60-ти миллионов, и, друзья, сохрани вас Господь и нас Господь, я снова это говорю, и, по-моему, на прошлой неделе я говорил с кем-то из служителей, сохрани нас Господь, приложить или добавить свой голос к тому, чтобы голосовать за про-абортов, за демократическую партию, которая сейчас настолько она рьяна за аборты, 60 слишком миллионов адаптировано, если бы адаптировано, это одно, но убито, убиенно, живых людей, кровь которых вопиет к Богу. В истории жизни церкви, в истории ее существования всегда восставали и поднимались безбожные люди, безбожные правители, безбожные такие системы, начиная от Нерона до Мициана и так дальше, и при Гитлере, и все, как вы тоже упоминали, все это было понято против церкви, против христиан, и оно просто оживает сейчас через эту систему снова, опять же, оно оживает, будет набирать этот ход, но мы в то же время находимся в поле зрения великого Бога. Вот смотрите, Петр Иванович, вот что интересно, что когда Израиль шел по пустыне, когда Господь приготовил обетованную землю, то есть Ханаган им как Господь говорил, что на вашем пути встретятся, и перечисления, и филистимляне, и аммонитяне, и аммаликитяне, и каких только там тяней не было, на то время Господь говорил, они должны быть истреблены. Почему? Они введут в грех вас, ваших детей, ваши семьи, ваши поколения, коленово, они будут введены, на сегодняшний момент опять, опять это, знаете, голова этого дракона, это те же самые филистимляне, аммаликитяне, все эти тяне, но только они уже в другой форме, они в другом изображении, но те же самые тяне, о которых Господь говорил, что мы не говорим физические устранения, прекрасно понимаем, мы не об этом говорим, но они живучи, насколько этот грех живуч, раньше это тяне были, тяне всякие, а сегодня, помнишь, это те же самые, вот как мы перечисляем, вот эта мысль, что вы говорите, она заставляет нас вспомнить этого зверя, почему он видит его с семью головами, у каждого зверя одна голова, но тут вдруг, вот вопрос, видит семь голов, о чем это говорит, почему у этого зверя семь голов, то есть, это будет смена власти, смена правления, всем миром, и в отдельности, странами, это смена, потому семь голов, то есть, настолько, это все объединенно, это система людей, способных, имеющих власть, но это символизирует смену, потому видит, уже на том месте должна быть голова, он видит семь, произойдет смена правления всем миром, вот этой программы. Вау. Петр Иванович, спасибо большое, с нами был в эфире Петр Иванович Пасечник, старший пастырь церкви, Сион, да благословит Господь. Спасибо. Благословение всем. Друзья, оставайтесь с нами на импакте, Иисус Христос безмерно и велико любит вас, любит вас, и будьте благословенны. Всего хорошего. Друзья, Субтитры подогнал «Симон» «Симон»